Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня у нас очередной выпуск программы Гастро Клуб, и мы собираемся поговорить о диетах, о том, как правильно питаться, чтобы быть здоровым и красивым, о том, есть ли безопасные дозы алкоголя, о том, как много можно пить кофе каждый день, полезны ли витамины и о многом-многом другом. Я призываю вас задавать вопросы, потому что у меня сегодня в гостях очень интересный гость, это Ярослав Игоревич Ашихмин, советник генерального директора международного медицинского кластера, доктор-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт в вопросах питания. Ярослав Игоревич. Ну, кардиолог всё-таки, терапевт, да, но у меня есть опыт в том числе в лечении гастроэнтерологических заболеваний с точки зрения терапии. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а вот как всё-таки вы стали экспертом в вопросах питания? Потому что я смотрела, готовясь к передаче, очень много ваших выступлений, очень ярких, эмоциональных, где вы рассказываете очень интересные и такие ломающие стереотипы, может быть, вещи. Вот как вы стали экспертом в этой вопросе? Ну, я учусь по запросу пациентов, то есть то, что нужно пациентам нашим, я стараюсь это выучить сам тем или иным способом, чтобы им давать самую современную информацию. У нас сейчас очень большой запрос в целом на ЗОЖ или на биохакинг, на улучшение, поэтому я считаю, что каждый терапевт, который занимается профилактикой, в том числе я занимаюсь и всякие сложные методы используют, типа КТ коронарных артерий, но нужно понимать и в стандартных вопросах разбираться. Гигиена сна, контроль стресса, физическая активность питания, без которых невозможно представить себе здоровый образ жизни сегодня и долголетие активного. Ну, то есть вы вместо того, чтобы вот как все наши терапевты и гастроэнтерологи давать рекомендации, стол номер один по Певзнеру, стол номер пять по Певзнеру, более глубоко углубились в эти вопросы, и теперь... Ну да, регулярно обновляю знания, потому что это нужно, это востребовано, всем интересно это, и плюс очень много всяких мифов, поэтому нужно разбираться, воевать в том числе с ужасной братьей всяких псевдодиетологов, которые отнимают деньги у наших пациентов в диких количествах. Давайте тогда поговорим сразу о диетах и похудении, наверное, да, и вот очень много диет на сегодняшний день существует, кето-диета, палео-диета, там, диета Аткинсона, средиземноморская диета. Вот первый мой вопрос, очень сейчас популярна так называемая кето-диета. Мы видим прям очень быстрые результаты, что люди худеют, становятся стройными. Вот ваше мнение, как врача-терапевта, насколько это безопасно, эффективно и приемлемо? Ну, во-первых, стараешься говорить все-таки стиль питания или стереотип питания, потому что слово диета иногда раздражает, как самолет нельзя говорить, бомба, ни в каком контексте, так же беседе с пациентами. Психа, диета, запрещенные слова для меня. Кето. В чем вообще плюсы кето? В том, что через пару дней пропадает голод, он существенно меньше, чем при других стилях питания. А давайте вот расскажем вообще, в чем заключается идея? Ну, уменьшается потребление углеводов до крайне низкого уровня. То есть это меньше, чем по-хорошему 20-30 грамм в сутки. То есть человек ест один жир? Жиры и белки. Это очень сложный стиль питания, его реально трудно поддерживать, как бы это ни писали, ни публиковали все эти замечательные блюда. На самом деле физически, потому что углеводов очень много, тебе нужно прям перестраивать свою жизнь на самом деле. Ну, так вот, а плюс почему? В чем связано? Не так хочется есть. Быстрее в первые дни теряется, в первые недели масса тела за счет того, что гликоген сжигается, с жидкостью все это уходит. И поэтому люди ее любят. То есть она легко в исполнении дается? Не так хочется есть. Это, наверное, один из главных плюсов. Но минусы такие, что в отдаленном периоде нигде не показана ее эффективность. И, возможно, люди быстрее набирают после этого, после того, как в сравнении с низкожировой диетой плана питания. И есть работа, которая показывает, что в случае низкоуглеводных диет уменьшение потребления углеводов связано с повышением риска сердечно-сосудистых катастроф. Не исследовано кето вообще практически, но если уменьшать углеводы до 70 граммов, то тоже мало. В общем, не очень хорошо в плане прогноза. Кроме того, мы все-таки в России, у нас популяция сверхвысокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому даже если для каких-то абсолютно здоровых людей возможно она безопасна, но я бы крайне не рекомендовал этот стиль питания людям, у которых повышен риск, курящим, мужчинам с ожирением. С отягоченной наследственностью. Да, с повышенным давлением, потому что у них могут быть террасклеротические бляшки. Все эти разговоры в отношении того, что холестерин, вроде как его повышенное потребление не влияет на продолжительность жизни, снижение уровня холестерина, питание только, не снижает риски сердечно-сосудистых катастроф, это относится к общей популяции. А если есть бляшки в сонных артериях, ситуация может быть диной. Поэтому для всех эта диета, я считаю, что не подходит. И еще очень большая проблема с ней, с тем, что уменьшается в потреблении клетчатки, если специально не досыпать. То есть можно есть клетчатка отдельно продающаяся, можно восполнять, но если этого не делать, все-таки клетчатка – это суперфуд. То есть страдает микробиота? Микробиота, риск рака кишки, сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому вот если вы так поступаете вдруг, то заботьтесь еще о клетчатке. То есть кето-диета совсем небезопасна, хоть и эффективна. Да, но в отдаленном периоде, еще раз, она эффективна, дает быстрый эффект, людям это нравится. Но в отдаленной перспективе, вот все статьи говорят о том, что она может никаких плюсов серьезных не иметь перед другими стилями питания. Хорошо, более-менее понятно. А вот палео-диета, тоже я глубоко в нее не погружена, но читала о том, что идея такова, что многие миллионы лет человек не имел злаковых культур, то есть он убивал животных, собирал фрукты и, в общем-то, не было злаковых в его рационе. И палео-диета, она вот как раз основана на питании, на стереотипе питания наших древних предков. Орехи, мясо и фрукты. Ну, может быть, овощи, которые растут сверху. Ну, тоже вопрос по клетчатке. Ключевой вопрос, во-первых, здесь с клетчаткой все-таки встает, чтобы ее, может быть, недостаточно в палео. Второй вопрос – это красное мясо, потому что все-таки очень большой массив данных накоплен в отношении того, что красное мясо чаще, чем один-два раза в неделю, все-таки сопряжено с риском рака и не только кишки и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому если оно поджаривается а-ля стейк, то там образуются конечные продукты гликирования, и они с еще большим риском сопряжены. Поэтому если бы сделать палео, например, с клетчаткой и без таких потреблений, сверхпотреблений мяса, то вполне норм, мне кажется. Я вот почему начала про палео? Потому что глютен, потому что сейчас тоже такая модная тенденция, что злаки – это не то, что свойственно человеку в эволюционном стиле, что у человека нет ферментов практически, которые могут расщепить белки злаковых, и что вот эти крупномолекулярные белки остаются в непереваренном виде, повреждают кишечную стенку, возникает вот этот так называемый синдром дырявой кишки, крупномолекулярные белки проникают в системный кровоток, вызывают какие-то аутоиммунные процессы, повреждения нервной системы, что сейчас с глютеном связывают и рост такой повальный больных с аутизмом, с шизофренией связывают с глютеном. Какие только заболевания на сегодняшний день. Вот мы сейчас не говорим про больных с целиакией. Да, понятно, что больным с целиакией глютен должен быть исключен. Мы говорим об обычных людях. Я не думаю, слушайте, ведь есть же люди все-таки еще к промиму целиакии, есть еще непереносимость глютена другого генеза. Все-таки мне кажется, что вот эта вот антимода на глютен пришла от фанатиков. И людей можно понять, у которых была целиакия, с ним не могли справиться лучшие гастронтерологи мира, и вдруг они исключили глютен, и им это помогло, и они стали распространять идею в том числе и на другие типы, и на легкую непереносимость глютена, потом на всех остальных. Но есть клинические исследования, в которых потребление все-таки злаков в общей популяции сопряжено снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Если есть непереносимость, это другое дело. Мне видится, что ограничивать глютен нужно только тем, у кого конкретно есть непереносимость. То есть вы к злакам относитесь позитивно? В отношении целиакии можно сдать антитела на трансглутаминазу тканевую, в отношении непереносимости тоже достаточно сколько. В неделю не есть, наверное, злаки, проверить, улучшишь состояние или нет, если у тебя подозрения на непереносимость глютена. Но в общей популяции я не думаю, что это правильная стратегия. Но цельнозерновые, конечно, злаки, все-таки это основа рациона. Цельнозерновые злаки, здесь это важно. Потому что если говорить про содержащие быстрые углеводы макароны обычные или хлеб белый, то я не думаю, что эти продукты сопряжены с пользой. В принципе, можно исключить глютен, частично исключив эти хлебобулочные изделия без цельного зерна, которые не нужны. Хорошо. А вот еще такая существует популярная стратегия питания, что индивидуально человеку подбирается, исходя из его каких-то индивидуальных особенностей, возраста пола, каких-то анализов крови и так далее. Вот к этому как вы относитесь? Ну, я боюсь, что меня когда-нибудь все-таки эндокринологи и глютологи убьют, потому что в чем суть этих стилей питания? Значит, там в действительности берут каплю крови, капают туда жиры, показывают, что клетки себя плохо чувствуют, разумеется, от жиров. Вот они у всех себя будут плохо чувствовать. Капают разные реактивы, там какая-то алхимия, подбирается там, с пищевой аллергией смотрят. Но смысл в том, что вот хороший диетолог, все планы питания, которые он назначает, они все приемлемы. Плюс-минус, какие-то вариации. Тебе кажется, что это подобрали для тебя, план питания в принципе неплохой. Но главная фишка – это отнять деньги. Отнять деньги как можно больше, так, чтобы это реально было очень чувствительно. Каждый находится диетолога по кошельку. И находит, и диетолог просто вот часто как мошенник забирает, забирает. И ты потом сидишь, думаешь, я и деньги отдал чувствительно, плюс я не придерживаю стиля питания. Это что же, я дурак вдвойне, получается? А почему он не придерживается стиля? Нет, а он думает, а вот, и он думает, я же деньги отдал, ну-ка дай я попробую прислушаться к этому. Потому что это обычно больше, что дороже. То есть это такая мера повышения комплайнса. Да, но она, я считаю, что нечестная. Потому что на самом деле сегодня у нас нет тестов. Генетические тесты тоже не позволяют нам подобрать правильный рацион питания. Вот там клиника Атлас, которая делает тесты. У меня нет конфликта интересов. Но они написали сейчас текст на постнауке по поводу генетических тестов. Все могут посмотреть. И они говорят о том, что нет смысла никакого. То есть даже создатели генетического теста честно говорят о том, что это антиреклама. О том, что не надо его делать, посмотреть на постнауке. То есть индивидуально, исходя из каких-то особенностей, подобрать рацион питания, в общем-то, с научной точки зрения невозможно. Практически. Но исключений немного, они есть. То есть в принципе, если говорить о том, как грамотно действовать, наверное, нужно взять там срединноморский рацион питания, про который поговорим, и его чуть-чуть модифицировать. То есть если там есть повышение мочевой кислоты, уменьшить белки, мясо. Если есть, окей, непереносимый с глютеном. Убрать глютен. Если есть высокий уровень холестерина, без фанатизма, не супернизко жировую диету, но постараться уменьшить количество там жиров. Быстрые углеводы, еще больше желательных убирать у людей, у которых параллельно ожирение плюс диабет. То есть я бы говорил о сбалансированном рационе питания. Исключение может быть для людей с ожирением, с расстройством пищевого поведения. Но для них, скорее, стиль питания подбирается, исходя во многом из психологических особенностей. исходя из того, где проблема. То есть, опять же, как ведут эндокринологи пациентов, они сначала смотрят дневник и корректируют, соответственно, в виде реального дневника питания ситуацию. Поэтому, по сути, план питания подбирается индивидуально. Но это происходит должно не на основании каких-то мифических непонятных анализов, когда в капле крови что-то смотрят. На основании поведенческих особенностей, желания пациента, потому что это не ермо, и нужно находить все-таки какой-то вариант, чтобы более-менее было комфортно. Но кто-то мазохист, поэтому окей. И, соответственно, биохимических анализов стандартных крови, обычных. Хорошо. Ну а можете вы порекомендовать какой-то общий такой приемлемый паттерн, стереотип, образ питания, который большинству здоровых людей будет приносить пользу, уменьшать риск там сердечно-сосудистых заболеваний, рака, кишки, и человек будет себя чувствовать активным, позитивным. Ну да, ну, собственно, это тот самый средиземноморский рацион питания. Почему он? Он самоисследованный. Ну расскажите, что в него входит. Главное, что были клинические исследования по нему очень хорошие, их много достаточно. То есть это рацион питания, который основан на овощах, фруктах, рыбе, цельнозерновых злаках, с добавлением орехов, ягод, оливкового масла. А подсолнечное? А подсолнечное можно. Тоже? Но у них просто в рационе его меньше. Я не думаю, что оно сильно чем-то хуже. Если мясо, то это рыба. При этом это может быть, если там больше, чем две порции в неделю, и одна из них жирная, может быть, как источник омега-3 жирных кислот, с меньшим потреблением красного мяса, соответственно, красное мясо там один-два раза. В неделю можно. В неделю, да. Ну, собственно, вот такой рацион питания. Что здесь важно? Чем он отличается от нашего стандартного питания? А молочные продукты? Да, в хороших исследованиях молочные продукты либо снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, либо не влияют на них. Вопрос по жирности. Наверное, стоит ограничивать жирность только в случае очень высокого холестерина, и то эффект не доказан, это делается эмпирически. Это долгая история. Почему? Как отношение к холестерину, к пище. В чем он отличается от рациона от нашего стандартного питания? Во-первых, животных жиров получается меньше. Во-вторых, там нет переработанной пищи. То, что американцы называют processed food. Что бы наши люди ни говорили, потребление в России сосисок и колбасы просто огромное. При технологии производства туда замешивают жир. Это вообще нездоровое, совершенно нездоровое питание. Там очень мало быстрых углеводов. То есть там нет всяких кренделей, булочек, очень сладкого там нет, всяких муссов. А это мы сейчас знаем, что сахар, он все-таки не считается здоровым продуктом. Вот эти быстрые углеводы с низким гликемическим индексом, которые быстро освобождают. Вот. Ну и плюс там нет всяких там кока-колы нету. Вот. Сладких напитков, которые тоже сильно нам вредят. Вот. И четко показано, что снижение риска онкологических заболеваний. В Брунвальде, в нашем главном учебнике по кардиологии, там исследование опубликовано тоже. Проспективное, там риск рака на 62% уменьшается, риск болезни сердца, там внезапность сердечной смерти, инфаркта на 50%, общая смертность снижается. Исследований таких много. То есть просто попробуйте доказать. Если кто-то собирается исследовать стили питания, у него есть фанатическая идея, что что-то лучшее, нужно обязательно с средиземноморским сравнивать. Есть модификации. То есть кто-то говорит, а давайте обогатим средиземноморский стиль питания, там еще больше фруктов дадим, уменьшим потребление соли. Это будет там типа ДАШ диета, которая типа снижает артериальное давление. Кто-то говорит, давайте добавим еще больше клетчатки, получает плюс. Кто-то добавляет больше орехов, ягод или там шоколад, собственно, второй суперфуд. А помимо клетчатки или ягоды добавляют. Шоколад – это тоже суперфуд. Да, и видят эффект, но все равно мы видим, что современные модификации. Модификации, да, по шоколаду есть сейчас тоже очень много данных. Но нужно сразу расстроить наших слушателей, что позитивный эффект такой, о котором сейчас мы скажем, он показан на небольших количествах шоколада. Это 50 грамм в неделю всего лишь. То есть это даже не 100. что, видимо, действует через микробиоту, тоже через модификацию микробиота. Прямо очень хороший эффект в плане снижения риска инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний. Много таких статей. Мы сами делали когда-то исследование. У нас было плацебо-контролируемое исследование. Один производитель дал нам сладкую плитку, неотличимый почти от вкуса из шоколада. Мы смотрели эндотелиальную функцию, которая спустя две недели улучшалась на фоне шоколада на несладкой плитке. Есть работы, которые говорят о том, что даже неважно, какой шоколад. Вот я как раз это хотела спросить. Имеет ли значение горький или молочный шоколад? Горький, молочный. Вот в крупных исследованиях показывается, что разницы нет, даже белый. Эффективен тоже непонятно. То есть 50 грамм в неделю это полплитки? Ну, полплитки, да. Кстати, мне кажется, можно два дня съедать. Но есть данные, что если доза больше 150, то уже эффект улетучивается. То есть потому что уже тогда, видимо, сахар в нём начинает играть роль. Ну, эмпирически кажется, что, наверное, чем он более горький, тем лучше. Но таких качественных работ нет. А скажите, ну вот мы начали говорить про суперфуд, вообще что это такое и что относится к этой группе суперфуд? Ну, знаете, мне вот нравятся такие слова, которые понятны для пациентов. У нас многие такие есть. Граммар найси. Дефиниционная деменция, когда люди начинают заморачиваться по дефинициям, и теряется суть, и люди могут проспорить, как называется та или иная болезнь, и помочь пациенту. Мне нравится говорить теми словами, которые понятны людям. Суперфуд, людям сразу понятно, что это что-то супер-пупер, что-то супер-крутое. Ну, по сути, это те продукты питания, которые несут в себе больше пользы, чем это объясняется простым соотношением макронутриентов, жиров, белков, углеводов. То есть они имеют наибольший эффект на здоровье. Это волшебные. Волшебные. Но я не хотел бы говорить, что это красный рис или какие-нибудь семена чиа и все эти заквашенные продукты. Я знаю два. Это клетчатка и шоколад. Мне кажется, что это два. Ну, а клетчатка, это же тоже клетчатка клетчатки рознь. То есть есть там какая-то, это вот отруби, или это вот любое, кожура, яблоко, это клетчатка? Мне обидится, что я не видел исследований, в которых сильно это дифференцировано было. Там смотрят все-таки клетчатка из цельнозерновых круп, в первую очередь. То есть это вот отруби. Ну да. Но еще есть рис бурый. Вот, есть необработанное зерно, вот, но клетчатка есть и в овощах, то есть в гурцах. Понятно, и во фруктах. И во фруктах есть клетчатка. То есть, ну смотрите, шоколадам понятно, мы поняли, что надо 50 грамм в неделю съедать, не больше, но лучше и не меньше. А вот с клетчаткой есть какие-то рекомендации? Сколько там? Там сыпать в кашку или там съедать ложечкой. Сколько там, по-моему, 15 грамм нужно, да, в день? Ежедневно? Да. Сколько ее получается? Вот этого вот я не знаю. Ну, в общем, я так... Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что, да, за, по-моему, 30 грамм клетчатки, да, нужно. И, ну, просто нужно, чтобы эти были продукты... Ну, а как это измерить? Ну, как это измерить? Это никак не измерить. Мне кажется, что должны просто присутствовать продукты, которые содержат клетчатку. По крайней мере, об этом нужно думать. Ну, наверное, реализуются эффекты и шоколада, мне кажется, и клетчатки все-таки за счет того, что мы каким-то образом подпитываем микробиоту, да, и они уже в свою очередь вырабатывают какие-то там полезные короткоцепочные жирные кислоты, витамины, серотонин и так далее. Ну, я думаю, что здесь все-таки ключевой еще механизм все-таки через иммунную систему, взаимодействие микробиота с Т-клетками в пьеровых бляшках. Во-первых, они регулируют и проницаемость кишечника, соответственно, через иммунный механизм парокринный на уровне ткани. Ну, плюс к тому сейчас же огромная тема с трафиком иммунных клеток и с пьеровых бляшек всюду по организму. То есть они расползаются оттуда и в сосуды, и в головной мозг под оболочки. И поэтому есть вот эта вот связка между нашим питанием, эмоциями, иммунной системой, микробиотой. Наверное, самая такая, с моей точки зрения, самый передний край современной вообще науки. И почему там я кардиолог, говорю про питание, занимаюсь, потому что в кардиологии все больше. Сейчас мы понимаем, что питание, связанное с слорой, с иммунной системой, может влиять на наше давление, сердечную недостаточность, это же склероз. Вот. И причем сильно влиять. А давайте тогда поговорим про голодание. Вот сейчас тоже очень модные такие тенденции. Интервальное голодание. Или когда люди голодают там целый день. Интервальное голодание, я скажу, кто не знает, это когда человек 8 часов принимает пищу, 16 часов за сутки он ничего не ест. Есть стратегия, что там раз в неделю, например, человек целый день не ест ничего. Ну, самые различные варианты голодания. Вот как вы относитесь вот к такому? Ну, начать нужно с минусов, то, что у пациента с проблемой с желудочно-кишечным трактом, с функциональной диспепсией могут быть проблемы, ухудшения, там, болевой синдром может возникать, пегастре, боли. Беда с желчным пузырем. Опять же, если у меня поражняется, у предрасположенных лиц, как я понимаю, к образованию конкрементов могут образовываться камни, усугубляться дискинезия желчного пузыря при нерегулярном питании. Поэтому здесь нужно знать, что проблем нет. А так, ну, медицина – быстро меняющаяся наука. Я вот изменил свое отношение после того, как в нашем самом рейтинговом журнале, New England, журнал «Новой Англии». В 2019 году вышла статья про интервальное голодание. Этот журнал имеет рейтинг выше, чем Lancet. Вот, самый высокий рейтинг. Вот, и вышла статья, могут ее найти про интервальное голодание, и там, в общем, достаточно сильные аргументы приведены со ссылками на исследование, что этот стиль питания может быть рекомендован пациентам с диабетом, с гипертензией, с метаболическим синдромом. Даже с диабетом они могут так долго голодать? Вот, ну, это, наверное, все-таки вариант инсулино-независимого все-таки диабета, мы говорим о невыраженном. Спасибо тебе за поправку диабета. Хотя там не отмечена эта статья, но мы с вами понимаем, что это все-таки инсулино-независимый диабет. Вот, и чем они объясняют вот такое благотворное влияние тем, что вот эти эпизоды, эпизоды возникают кетоза, как раз, когда очень низкая глюкоза, организм, как и при кетодиете, переключаются на кетоны. Вот, и здесь они считают, что возрастает устойчивость к стрессу тканей, к разным типам стресса. И это перемежается эпизодами с высокой глюкозой, высоким уровнем инсулина, когда происходит рост и развитие тканей. И они считают, что вот этот маятник, он скорее оказывает благотворное влияние. Здесь гипотеза такая, гармезиса частично воплощается. Гармезис – это когда какой-то патогенный фактор действует негативно в небольшом количестве, и система в целом адаптируется лучше. Но нужно что отметить? Во-первых, это правда, интервальное голодание. Там две схемы в этой статье указаны. Первая, как вы сказали, 16 на 8. Но опять же, 8, а не 4, не 3. И вторая схема – это 5 на 2, то есть 5 дней обычное питание. А вот 2 дня – там не абсолютное голодание. Там указано, что снижение калоража до 500 калорий. То есть если говорить, опять же, о том, как смотрит на интервальное голодание современная наука, вот эта схема, где полное исключение пищи, она практически не опробирована в хороших исследованиях. Я их не встречал. Поэтому, условно говоря, оно тоже без фанатизма. Это интервальное голодание должно идти. То есть человек, ну, всё-таки 2 дня практически голодает, но что-то он съедает. Каким-то образом желудочный кище страдает. Опять же, там указано, знаете, я занимаюсь доказательной медициной, вот вышла статья, там указано, да, что 500 калорий. Но поверьте, это достаточно мало. Мало, да. Интересно. А вот мы сейчас поговорили про суперфуд, забыла я вас спросить про витамины, ваши отношения. Тоже есть такой стереотип у нас в стране, что вот витамины – это, безусловно, полезно. Огромное количество биодобавок, различных витаминов. Люди и здоровые, и больные все это покупают с большим удовольствием, принимают и считают, что вот им станет лучше. Вот каково ваше отношение? Ну, здесь, значит, за двумя исключениями. Если мы сейчас, понятно, если речь идёт о человеке, у которого диагностирован гиповитаминоз, и это клинически проявляется, понятно, да, что мы в качестве уже лечения иммунозначения. Мы говорим сейчас о здоровых. Да, считается, что ЭВОС, все диетические общества говорят о том, что если у вас балансированный рацион питания, то вам точно никакие витамины не нужны. Витамины есть три исключения. Это у веганов, вегенов, веганов, а, значит, жёстких недостаток витамина В12, это несбалансированное питание. Это женщины, которым нужна фолиевая кислота для того, чтобы нервная трубка образовалась у ребёнка, и что важно, ещё до начала беременности нужно начать принимать фолиевую кислоту. Это витамин Д у женщин в постменопаузе, в регионах, где мало света, у мужчин с ожирением в возрасте старше 50 лет, тоже не всем повалено. Витамин Д у мужчин с ожирением? Да, ну вот гайды говорят о том, что пользу могут, ну, во-первых, женщин, но вопрос, нужен ли он мужчинам. То есть есть там супероголтелые братья-эндокринологов, которые всем дают мегадозы. Я видел, кстати, почечную недостаточность, острую почечную недостаточность из-за того, что эндокринологи назначили 100 тысяч единиц витамина Д, и там, соответственно, забились почечные канальцы. И была острая почечная недостаточность, поэтому он небезопасен. Но в небольших дозах, если мы говорим, там, американцы вообще говорят 700 единиц. Наши эндокринологи любят там писать сразу 10 тысяч единиц каждый день. 700 единиц, ну хорошо, 1000 единиц, ну полторы тысячи. Витамин Д. В остальном я просто вижу, что, ну, на самом деле, это мошенничество. Вот просто. Вот когда говорят, мы вам подберем рацион, мы сейчас вам будем обеспечивать, эти компании завозят витамины, смотрят витамины в крови. Ну, просто вы отдаете деньги мошенникам. Все. Потому что конкретно, значит, не просто не доказана польза, а показано в крупных исследованиях. Вы можете набрать Кахрейн, самый высокий уровень доказательности. 260 тысяч человек суммарно в исследованиях участвовало, которые принимали витамины и антиоксиданты. В большинстве случаев эффекта нет никакого. Но ряд витаминов Е, С, по всей видимости, бетакаротин, витамина А, возможно, Е и С, они, наоборот, приводят к повышению риска рака и инфаркта миокарда. Почему? Мы сильно за одним умом стали понимать, откуда это. Потому что вот оксидант, все боимся, оксиданты, оксиданты, они повреждают клетки, из-за этого стареющие. Но с другой стороны, если клетка встает на путь ракового перерождения, она себя убивает. То есть этот процесс называется апоптозом. Она думает, я такая плохая, сделает себе харакири. Вот нож, который она держит в руке, это оксидант. Она себя оксидативным стрессом убивает. Если вы выбиваете нож из рук раковой клетки, то она начинает плодиться. Поэтому я категорически призываю всех получать витамины и минеральные вещества только из овощей, фруктов, их вполне достаточно. И не пить никакие добавки, вот за некоторыми исключениями, которые выше мы уже обсудили. А вот практический вопрос. У меня есть пациент один, который очень следит за своим здоровьем, и он каждый месяц дает огромное количество различных показателей. И вот уровень каждого витамина он исследует практически ежемесячно. И вот там, допустим, он выявил, что у него дефицит такого и такого и такого витамина. Клинически это никак не проявляется. Вообще вот эти анализы на уровень витаминов в крови, они каким-то образом... Я вот, да, я вам аналогию приведу. Это вот когда отец много работает, не хочет детьми заниматься, а потом он дарит им игрушки дорогие. Он идет, он думает, что я подкупился. Но так же свой организм прекрасно откупится, сдать дорогие анализы, посмотреть и подумать, вот у меня здесь витамина не хватает. Вместо того, чтобы заняться спортом, нормальное обследование сделать организму в соответствии с доказательной медициной, скорректирует давление, чтобы оно было не выше, чем 130-80. А эмоциональным здоровьем озаботиться, снизить уровень стресса. И тем проще отдал деньги, думаешь, ну прекрасно. Я думаю, что в большинстве случаев это полный бред. Плюс там еще на референсные нормы нужно смотреть, безусловно. То есть гиповитаминозы – это все-таки казуистика. Кроме, опять же, D, ну хорошо, не будем устраивать войнушки по поводу D, но не вижу я рисков. То есть единственный витамин, которым нужно заниматься и дефицит, который в современных условиях у более-менее здорового человека имеет значение, это уровень витамина D. Да, да. И иногда даже, я считаю, что в ряде случаев слишком дорого тест давать. Можно просто одна капля 500 международных единиц не помешает. Либо можно вообще там 5000 раз в неделю принимать, он жирорастворимый, чтобы не каждый день не привязываться к этой капельнице. Вот вы сказали, что для пожилых людей – да, а для молодых вот нам с вами нужно? Ну, понимаете, это война. Эндокринологи там регулярно статьи выходят, что кто-то небольшой плюс находит в отношении снижения риска рака, кто-то никаких плюсов не доходит. Сейчас вроде как получается, что если уровень выше, чем 30, то смысла никакого нет повышать. Точно, во-первых. Во-вторых, очень мало данных про мужчин, что у них он снижает какие-то риски. Это быстро меняющаяся область науки. Это как омега-3, наверное, еще. Вот с ними все время новые данные выходят. Ну, просто, знаете, ну, честно говоря, вот есть у тебя биохакеры, они хотят хоть что-то, хоть что-то себе дать безопасное. Ну, дайте витамин D. Ну, тем здоровым, я думаю, что можно его назначать при дефиците меньше 30, но он обязательно должен быть скорректирован у женщин после менопаузы. То есть есть два лагеря. Одни вообще там никому не дают, и тогда вылетают женщины в после менопаузе риск переломов. А кто-то дает очень высокие дозы. Я вот стараюсь какую-то сбалансированную позицию занять по этому, витамину D. Вот. Понятно. То есть, в общем, по витаминам я вот такая точка зрения тоже, что, может быть, они не приносят какой-то большой пользы, но вреда от них большого не будет. Все-таки вы считаете, что... Я считаю, что вред может быть от витаминов, которые имеют антиоксидантные свойства. Это А, битокаротин. Возможно Е и возможно С. Вот, но витамина... А у меня есть пациенты, которые приходят и говорят, я пью витамина. А почему? Ну, я сам решил. Ты говоришь, вот конкретно, проспективное исследование, там больше 10 тысяч человек, повышение риска рака на витамин А, битокаротине. Вот. Совершенно четкие, классно спланированные. Зачем пьете витамин А? Вот. Не, ну для алкоголиков еще витамины группы В могут быть там в недостаточности. Вот. Это тоже беда. Алкогольная полинейропатия. Понятно. Если мы говорим о человеке с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, это уже своя отдельная история. А если вы здоровый человек и едите, полноценно питаете, то, наверное, большого смысла в этом нет. А может быть, даже это и вредно. А про омегу-3 расскажете нам? Я просто хотел сказать, что кажется, что вообще представляется, что если можно обойтись без таблетки, лучше обходиться без таблетки. И вот там все геропротекторы, нет ни одного с доказанной эффективностью. Там более-менее какие-то мысли в отношении метформина. Ни одно лекарство не показало своей эффективности у здоровых людей без факторов риска. Статины с высоким уровнем воспаления или с очень высоким ЛНП. Ну вот, в принципе, для здоровых ничего не работает. Вот. Омега-3. Я очень хочу про два вещества вас спросить. Про L-карнитин и про омегу-3. Ну, про L-карнитин проще, потому что, во-первых, хорошее исследование в спорте, это же в основном спортсмены его употребляют, он что, вроде как он позволяет проще обеспечивать транспорт энергии из митохондрии в цитоплазму. Но... А что это дает? Ну, да, но спортсмены считают, что повышается, значит, повышается... Выносливость. Ну, вроде как нет. Во-первых, всё-таки в хороших исследованиях не было эффекта. Во-вторых, там же влияние на флору, там же негативное влияние за счёт того, что L-карнитин, и из него может синтезироваться триметиламин, из которого синтезируется триметиламиноксид, который, возможно, может серьёзно повреждать сосуды, повышать риск развития рака. То есть это главный такой, известный сегодня самоизученный метаболит флоры, который обусловливает негативное её действие, помимо липолисхорида. Поэтому после того, как мы стали... Есть много... Большой сторонник людей, сторонник исключения и уменьшения левокарнитина лагерь. То есть один лагерь – это оголтелые сторонники. И, в частности, понятно, откуда они, потому что ряд кардиомиопатий у детей. Вот, у детей кардиомиопатии... Да, есть такой препарат даже, который детишкам назначают. Да, мы не будем его рекомендовать. И, возможно, значит, есть определённые кардиомиопатии, чёткие, клинические, при которых он эффективен. Есть другой лагерь, который говорит, уберите это, потому что риски могут быть с ростом триметиламин. Опять онкологии. Вот, поэтому я считаю, что кроме очень редких случаев спортивных, у обычных людей не нужно это применять. У ИС-Омега-3 очень сложно. Смотрите, где всё-таки вырисовывается так, что, к сожалению, к огромному для меня, по всей видимости, для здоровых людей эффекта нет. Можно спорить в отношении эффекта для кожи. Какого-то здесь косметологи нужны, потому что их ещё пьют, потому что, вроде как говорят, что состояние кожи лучше. Где в общей популяции, скорее всего, нет эффекта? Где он может быть? Значит, он может быть в профилактике внезапной сердечной смерти. Ну, то есть всё-таки есть. Гистерия, вот смотрите, у предрасположенных людей. Он может быть у пациентов с очень высоким уровнем триглицеридов, но будьте любезны, после назначения статина. Принципиально. Гипер-триглицеридомия. Сначала даёшь статин, пусть в малой дозе, поверх него омега-3 в высокой дозе. Это там 2-4 грамма. И дальше мы вступаем на очень скользкую дорожку без доказательной медицины. Значит, очень хорошее доклиническое исследование по снижению риска аритмии на моделях. И мы, многие супердоказательные кардиологи, мы грешны тем, что у пациентов с экстрасистолиями, с некоторыми, мы всё-таки назначаем схему из магния. И омега-3, и это делают многие кардиологи, именитые во всём мире, которые публикуются в хороших журналах. Аритмии иногда у некоторых пациентов вроде как это срабатывает. Схема омега-3 плюс магния. Опять же, это очень низкий уровень доказательности в клинических исследованиях. Хорошие исследования на биологических моделях, там стабилизация мембраноклеток сердца происходит. Ну, по крайней мере, вреда-то нет от омеги-3. Вы знаете, может повышаться ЛНП. Беда вот в чём. Чуть-чуть там из-за определённых механизмов биохимических. Липпротеид низкой плотности. Низкой плотности, плохой холестерин подрастает. А я слышал там, что профессора некоторые говорят, у вас высокий холестерин, попейте омега-3. То есть точно нет. То есть если высокий холестерин, высокий ЛНП, они даже подрастут. Поэтому тем, у кого есть высокий холестерин и низкий триглицерид, это точно не опция. То есть только высокие триглицериды и то только после статинов. Да, если они слишком высоки. Потому что там, во-первых, риск панкреатита. Мы знаем, что высокие триглицериды, они опасны скорее не сердечно-сосудистыми заболеваниями, а риском панкреатита. А если вы уж очень хотите вникнуть, что происходит с триглицеридами, нужно их по спрандиальной, после еды смотреть. Там целая сложная наука. В общем, мы ими занимаемся, триглицеридами. После того, как мы стабилизировали ЛНП, повысили ЛВП, значили физическую нагрузку, если нет вашего панкреатита, чем гастроэнтерологи занимаются, мы триглицеридами самыми третьими занимаемся. Понятно. После всего остального. Ну, в общем, тоже совершенно не всем и не всегда. Ну да, к сожалению. И ещё вот хотела вас спросить про то, что, наверное, будет интересно всем. Это алкоголь и кофе. Это те напитки, которые, мне кажется, все любят. И очень сложно всегда есть точки зрения, что вот алкоголь в небольших дозах может быть полезен. Бокал хорошего красного вина там, допустим. Что кофе тоже достаточно много исследований, насколько я знаю, что улучшают состояние и сердечной мышцы, и ткани печени. Вот расскажите нам, сколько можно пить кофе и можно ли его пить. И про алкоголь буквально пару слов. С кофе проще, потому что в действительности мы видим, что до трёх-четырёх чашек в день оно безопасно. Проблема возникает физическая зависимость при превышении доза 8 чашек кофе. Нечувствительность кофе – это такая особая ситуация. Плюс у ряда пациентов есть проблемы всё-таки с чувствительностью желудка. Усугубляется синдром функциональной диспепсии на фоне применения кофе. Если есть проблемы с сердцем, аритмией, можно гипертоническая болезнь? Да, если стабилизирована цифра давления, нет проблемы при принимать кофе. Если нет сверхчувствительности, потому что есть генетические полиморфизмы, которые сильно скачут давление, можно. Даже было исследование при желудочковой тахикардии. Давали кофе у пациентов, у которых была желудочка экстрасистолия, по-моему, тахикардия. И не ухудшалось течение. Поэтому в целом я не вижу проблемы, если ты корректируешь другие факторы риска. Желудочкой тахикардии поставь кардиовертер и пей спокойный кофе. А с алкоголем, конечно, беда. Потому что это ужасная рекомендация многих кардиологов петь один бокал вина. Потому что сегодня мы видим, что пользы нет. Польза была показана в исследованиях, проспективных, но не рандомизированных. Где было показано, что те, кто пьют один-два бокала вина, у них смертность от ишемической болезни сердца на 35% ниже. Но потом сделали поправку. Во-первых, на то, что люди, которые могут себе позволить один-два бокала вина, они тот самый французский парадокс. У них высокий социокультурный статус. Они не алкоголики. Они занимаются спортом, правильно питаются. А с другой стороны, присмотрелись в группе, которая совсем не пьет. И я думаю, что они вообще не пьют? Подозрительно. Либо они больны, болезнь какая-то им запретили пить, либо они раньше были алкоголиками, соответственно. Поэтому если сделать поправку, то риск теряется всё-таки, польза теряется от алкоголя. Поэтому считается сейчас рекомендацией Европейского общества кардиологов для женщины один бокал вина или 40 мл крепкого в день, не больше, потому что риск рака молочной железы растёт. Ого! Вот, на самом деле. Почему женщинам один, не два? Не из-за женского алкоголизма. И мужчинам не больше, чем два. Если пьёшь один раз в неделю, то нечестно дважды 7-14. Тогда 5 максимум, если вы пьёте один раз в неделю. Один раз в неделю, и всё. Либо, соответственно, 380 мл пива на 5. Вот, можете человеку позволить, согласно европейским рекомендациям по профилактике болезни сердца. Я считаю, что алкоголь ни в каких дозах не полезен. Это просто сделано, потому что есть культуральные особенности. И для того, чтобы таким не самым лучшим способом всё-таки расслабиться. Ну да, но если мы спросим у гипотологов, я думаю, они нам категорически скажут, что нет. Ну, я поддержу. Нет безопасных доз алкоголя. Нет, для поджелудочной железы особенности. У меня были случаи, я видел, что с одной банки напитка, который содержал сладкие компоненты алкоголя, люди уезжали с одной банки с панкреатитом. Вот, поэтому это крайне нездоровый продукт питания. Вот, всё-таки. Большое спасибо вам, Ярослав Игоревич, за невероятно увлекательную и полезную беседу. Мы сейчас прощаемся с вами. Скажите, пожалуйста, нам пару слов на прощение. Да, но самое главное, без фанатизма. То есть, старайтесь правильно питаться, но не становитесь прям фитоняшками, не заморачивайтесь. Живите нормальной, полноценной жизнью. Даже если жёсткие ограничения какие-то, врач наложил, маленький кусочек, что-то вкусное можно съесть, чтобы быть на одной волне с хозяйкой, которая очень старалась для вас. То есть, с одной стороны, старайтесь постоянно поменять рацион питания. Овощи, фрукты, рыбы, цельнозерновые излаки. С другой стороны, не загонять себя в такие зуба. Жёсткие рамки. Иначе будет депрессия, стресс и будет ещё хуже. Большое спасибо, дорогие друзья, мы прощаемся с вами на этом. До свидания.